МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северный поток является политически чувствительной темой, поскольку он стратегически раскалывает Европу, где с одной стороны находятся интересы Германии, а с другой — интересы всех остальных стран. Из-за этого возникает серьезное недоверие и напряженность в отношениях с Польшей и Украиной, цитирует издание Кристин Берзину, старшего научного сотрудника германского фонда Маршала в Брюсселе. Она также отмечает, реализация проекта продвинулась так далеко, что многие разговоры о санкциях и его остановке кажутся весьма запоздалыми. Издание приводит также мнение эксперта Себастьяна Сасс из компании Nord Stream, который утверждает, что уязвимость Украины преувеличена и что потребность Европы в природном газе достаточно возрастет, и это будет гарантией того, что российский газ будет по-прежнему поступать и по украинским трубопроводам. Экоактивисты Instinction Rebellion приступают к гражданскому неповиновению, рассказывает Евроньюз. В столице Новой Зеландии, Веллингтоне, участники движения нарушили работу парламента. В Австралийском Сидне и тысячи активистов попытались перекрыть центральные улицы, призывая сограждан примкнуть к восстанию ради жизни на земле. Десятки активистов задержаны. Я по профессии эколог, работающий в сфере охраны природы. И мне неприятно видеть, что федеральное правительство ничего не делает для предотвращения климатического кризиса и борьбы с утратой биоразнообразия на планете. Это приводит человечество к кризису, приводит издание слова одной из активисток движения. Тактику блокировать центральные улицы и площади активисты движения применили и в Лондоне, где с начала недели было затруднено движение по и вокруг Трафальгарской площади. В британской столице задержаны почти 300 человек. По мнению манифестантов, у правительства Соединенного Королевства на уме лишь Brexit, тогда как оно должно заниматься спасением планеты. Грета Тунберг, в свою очередь, возглавила марш за климатическую справедливость в Южной Дакоте. В колонии 16-летней экологической активистской из Швеции прошли защитники прав индейцев. Археологи раскрыли тайну раннехристианской базилики на востоке Грузии, сообщает издание «Спутник Грузия» со ссылкой на Национальный музей страны. Грузинские археологи обнаружили в раннехристианской базилике крипту с подземными катакомбами V века. Ученым удалось даже определить точную дату погребения благодаря радиоуглеродному анализу украшений и останков тел, найденных в каменных гробах. Базилийка на правом берегу реки Дуруджи, Кварельского района Кахети, была построена на рубеже IV-V веков и относится к раннехристианским храмам, которые часто встречаются в римских и ранне-византийских архитектурных комплексах. Цитирует издание одного из членов экспедиции. Это далеко не последнее открытие, сделанное учеными. Как выяснилось, обнаруженная базилийка была построена на месте еще более древнего храма IV века, который был разрушен в результате землетрясения. Новый храм полностью заполнил собой внутренний двор, возвышаясь над всеми сооружениями храмового комплекса на 18 метров. Как предполагают ученые, такова, видимо, была задумка автора. Эпоха компьютерной клавиатуры, очевидно, скоро закончится, пишет немецкое издание Die Welt. Долгое время человечество набирает текст на компьютерных клавиатурах. В среднем, таким образом, удается написать 52 слова в минуту. Но, как показало масштабное международное исследование, эта эпоха постепенно уходит. IT-специалисты из Кембриджского университета и университета ААЛТО в Финляндии изучили навыки письма на клавиатуре более чем 37 тысяч добровольцев из 160 стран. Участники исследования проходили тесты на скорость и точность написания текстов на смартфонах. Скорость набора текста на мобильном телефоне лишь на 25% ниже средней скорости набора текста на клавиатуре компьютера, которая составляет 52 слова в минуту. В этом прослеживается тенденция. В ближайшем будущем мы будем печатать на смартфоне так же быстро, как на старой доброй клавиатуре. Выяснили ученые в результате эксперимента. К тому же мобильные устройства зачастую оснащаются специальными техническими средствами, позволяющими набирать текст быстрее, например, автоматическим исправлением слов. Это увеличивает скорость набора почти на 9 слов в минуту, отмечает издание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok